А с 1 июля муниципалитеты страны обязаны компенсировать затраты родителей на частные детские сады. Сумма должна быть равной затратам города на ребенка в государственном детсаду. Однако платить меньше родителям, видимо, не придется еще долго. К такому выводу пришла Анна Горелова. Сколько ваш муниципалитет тратит на одного ребенка в государственном детском саду, столько же он должен компенсировать тем, кому места здесь не досталось и кто водит малыша в частный. Такой закон вступил в силу два дня назад. Однако сразу мы столкнулись с одними сплошными, но. Сейчас рассчитывать на компенсацию могут только воспитанники садика Аллы и Паруса. У остальных нет лицензии на образование, а нет лицензии – нет и компенсации. Но мы также понимаем другое. Там реально и работают люди, и посещают эти учреждения. Люди, которых сегодня вариантов нет. Получить эту услугу, как воспользоваться этим учреждением. Поэтому мы на пути того, что шире будут лицензироваться негосударственные детские сады. Мне нравится то, что сегодня над этой работой и надзорные органы, и исполнительная власть одинаково трудятся и есть конкретные результаты. По оптимистичным прогнозам властей, в ближайшее время смогут получить лицензии два центра развития. Еще несколько тоже готовятся к подаче документов. А вот и снова «но». По словам самих предпринимателей, соответствовать требованиям пожарного надзора и Роспотребнадзора у нас так и не сможет никто. Несмотря на смягченные требования, из каждого помещения все равно должно быть два выхода, а центры в квартирах вообще не лицензируются. Я знаю, что мы хотим работать по закону, и мы будем это делать. Это важно для родителей, важно для меня, как для директора, чтобы все было соблюдено. Лицензия на сегодняшний день бессрочная, и получить ее нужно, важно и необходимо. Единственный выход – искать новые помещения и съезжать с обжитых на первых этажах квартир. Возможно, потому что такие помещения бизнесмены пока не нашли, власти города не спешат определяться суммой компенсации. По закону город может компенсировать сумму, равную затратам на одного ребенка в государственном саду. Но подтвердить это нужно городским законам. У нас в Красноярске затраты на одного малыша равны 7 тысячам. Но ходят слухи, что город возьмется компенсировать не больше двух. Теряют родители и еще одну возможность. Будь у садов лицензии, они могли бы оплачивать посещение из средств материнского капитала. При средней цене 15 тысяч – это больше двух лет относительно безбедной жизни. Бизнесмены уже предупредили. Если вложат средства в новые помещения и все же получат документы, поднимут цены. Анна Горелова и Павел Гейнцы. Новости СТС Прима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова